Доброго утра, доброго утра, мои дорогие друзья! Доброго замечательного утра! Мы опять, друзья, пришли в археологический музей. И вот на входе в музей, друзья, я просто поражена. Чем? Смотрите, я вам говорила, что напротив музея находится старая-старая Дарбхане. Дарбхане, друзья, это монета. И вот смотрите, здесь выставка монет, начиная с 4 века. Вот какие монетки ходили в Византии, смотрите. Вот, смотрите, какие монетки ходили дальше, видите? Вот Византия, видите, до 5 века какие были монетки. Дальше смотрите. Друзья, это просто, это просто, друзья, это просто необыкновенно. Вот этот один стенд сегодня сделал мой день. Смотрите, вот эти монетки уже ходили, вот видите, в Константинополе. Смотрите, вот, смотрите. Сейчас мы посмотрим, что делали османы, да? Видите, вот, смотрите дальше, смотрите, вот Ахмед II, да? Какие монетки печатал. Смотрите, здесь все гербы османские, видите, вот. Смотрите, Султан, да, вот, Сулейман, дальше Ахмед, видите, Мустафа. Вот какие делали монетки, друзья, это же просто супер. Смотрите, дальше, дальше и вплоть до нашего времени. Видите? Смотрите. Дальше, дорогие друзья, вот смотрите. Наверняка вы уже видели у меня вот это, вот этот рисунок, да? Эту картину. И вот здесь, смотрите, лежит настоящая цепь, которая перегораживала халич, золотой рог. То есть, почему турки пошли в обход? Потому что корабли не могли ее преодолеть. И турки тогда проложили, сначала проложили доски, смазали их жиром и перетащили свои корабли. Дорогие друзья, вы помните, мы с вами гуляли по галате, и также мы с вами, есть видео, мы с вами ходили в арабскую мечеть. И я вам сейчас покажу то, что найдено именно возле галаты. Вот, кстати, галатский колокол и фрагменты вот такие мраморные именно из этой мечети, а также поблизости. Давайте посмотрим. Это изображение Иоанна. Вот, друзья, смотрите. Видите, смотрите, здесь прямо мраморная как бы икона. Все это вот найдено в арабской мечети. Смотрите, архангел Михаил. Вот, смотрите. Смотрите, друзья, мы можем увидеть, какая была галата-башня в 1850 году. Смотрите. Видите? Также вот здесь вот арабская мечеть. Мы с вами видели ее. Прекрасно знаете ее, кто гулял со мной. Вот, дальше смотрите, галата. Это галата. Видите, вот галата. Смотрите, какая она была. Пока ее не восстановили. Видите, она еще здесь со стеной. Видите? Вот, дальше смотрим. Вот, источник есть, который мы с вами... Там возле галаты есть мечеть. Мы с вами туда проходили мимо. Вот видите, вот это так оно выглядело. Вот, смотрите. Это уже 20 век. Видите, друзья, получается, что сейчас убрали в эту стену галатскую. Смотрите. Друзья, здесь очень интересная вещь. Видите, вот это вот кусочек такой какой-то, как ткани, волокон. Это вот золотый кусочек. Так украшали себя императоры. Это кусочки их одежды. Видите? Вот это вот такое блестящее. Представьте себе. Вот, смотрите, саркофаг 6 века христиан. Вот, видите? Видите? Почему-то написано не гроб, а саркофаг. Я не знаю, он, видите, из камня. Я думала, что это какой-то рукомойник. Видите? Написано саркофаг. То есть здесь лежал покойник. Но вот, смотрите, дырочка. Это значит, наверное, чтобы, не знаю, чтобы, наверное, жидкость вытекала из человека. Видите? Для головы. Как бы, видите, такое вот. И дальше. Видите? Дырочка. Интересно. Интересная конструкция. Дорогие друзья, мы с вами ходили в Зайрек Джами, в эту вот церковь Панкрататора, да, Панкратура. Я вечно ошибаюсь, друзья, простите. Так вот, именно вот это вот кусочки витражей, которые украшали эту великолепную церковь. Видите? Дальше, друзья, мы сейчас увидим то, что из Фетхие Джами, Фетхие – это победа. Мы пришли в эту мечеть, но она была на реставрации, это музей, он на реставрации. Смотрите, вот это вот из этого музея. Друзья, простите, это витражи из Корье, из Корье, куда мы с вами ходили, музей, вот где сохранились мозаики. Видите? А вот это вот, друзья, это вот как бы фрагменты икон вот с бывшего монастыря Фенари Иса. Мы с вами там, мы-то тоже с вами, у меня тоже есть видео о нем. Вот видите, это когда делали реставрацию, все вот это вот нашли. Видите, вот посуды, остатки посуды, вот X век. Смотрите, как интересно, X век. И также, друзья, из этого же монастыря, из Афинари Джаны, смотрите, а Джами, то есть мечеть, смотрите, вот такое, да, это вот все. Видите, здесь были изображены императоры. Тоже вот это вот все оттуда. И надгробная стела императорская. Друзья, смотрите, из этого же монастыря, да, смотрите, вот это вот была икона, каменная икона. А это, друзья, из хамама, из старинного хамама, вот такой кусочек, фрагмент статуи Афродиты. Дальше, дорогие друзья, мы с вами смотрели Текфур-сарай, да, в Лахерна. И вот, смотрите, вот это все оттуда. Видите, вот эта прекрасная колонна. Дальше, смотрите, вот этот вот фрагмент. Вот эта колонна и вот такое, вот видите, погребение, как бы такой тоже саркофаг. Вот, смотрите, все это из мрамора. Видите? И вот очень интересная скульптура. Друзья, представьте, 4 век, это порфир. Вот порфир, написано порфир императора Константина. Видите? Представьте, какая красота дальше. Здесь ничего не написано, но это, вот видите, кстати, не напоминает ли вам, видите, как немецкий крест. Видите, такое интересное, интересная фигурация креста. Вот. Друзья, смотрите, какая великолепная колонна. Сколько здесь работы. И дальше здесь представлены иконы. Мраморные иконы. Это все, друзья, 5 век, 6-5 век. Друзья, посмотрите, какая интересная вещь, да? Смотрите, вот каменная, как бы, мраморная глыба. Вот. Представьте, какой это труд. И вот, смотрите, как украшали, да, дворцы. Только можно, только можно представить. Представляете? Вот такой вход. Так же, друзья, вот здесь представлены, значит, серебряные, серебряные крестики. Так же каменные, из кости. И вот, видите, мини-икона. И дальше там тоже вот такие. А вот здесь даже вот стеклышки. А вот здесь, по-моему, это написано перл, да? Это значит... Я забыла. Вот перламутровая, видите? Дальше, друзья, вот смотрите, тоже императорское какое-то украшение, да? Вот видите, оно в специальном ящике содержится при температуре. Это какой век? 10 век. Вот. И, видите, статуи. Не статуи, а колонны. Колонны. Очень интересно, конечно, очень. Также, друзья, смотрите, здесь вот есть за стеклом мозаика. Замечательная мозаика. Видите, 6 век. Также я хочу вам показать вот фигура. Это фигура, смотрите, статуя 5 века. Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля. Найденная на Ля-Ля-Ля. Также, друзья, вот смотрите, как интересно. Вот. Видите? Вот такая была, как бы, композиция, и вот что от нее осталось. Видите, это какой у нас век? Третий век. Третий век. И здесь, друзья, очень интересно, видите, хорошо сохранившиеся бюст женщины. Какой век у нас? Это второй век. Видите? Бюст женщины. И изображение императора. Пятый век. Пятый век. Смотрите, голова Тибериуса, мрамор. Получается, первый век. Видите, Рим, первый век. Это, друзья, статуя Орфея. Вот статуя Орфея, четвертый век. Видите? Друзья, надгробный камень с могилы Феодосия Первого императора Константинополя. Вот такой камень. Смотрите, друзья, здесь не написано, какой император, знак вопроса. Но смотрите, какие были красивые люди. Вы видите, огромные глаза, прямой нос. Видите, довольно-таки очень-очень красивые были люди. Друзья, вот здесь интересный такой вот, как бы, смотрите, вот там золотые нити, которыми шили вещи, да, императора, украшали одежду. Вот здесь, друзья, мы видим кольца, камни. И вот интересно, вот перстень, перстень Ирины, Константина, жены Константина Ирины, видите, написано, который она получила в день бракосочетания. Вот так написано, видите, Константин и Рене, да. А вот это вот сережки, видите, сережки золотые. Вот. И дальше мы можем видеть, видите, всякие браслеты, украшения. Вот. И там кусочки, фрагменты, мозаики. И вот, смотрите, друзья, здесь тоже очень красивые фрагменты, росписи. Представляете, вот как это все было. Видите, это такой тщательный труд. Видите, нужно все было восстановить. Этот музей с такой любовью создан, что просто, друзья, вы обязаны его посетить, если вы будете у нас в Стамбуле. Здесь тоже, друзья, вы видите, как бы фрагменты от коло, от изобра, бюсты, не бюсты, да. В общем, фрагменты фигур. Вот, видите. А здесь что-то интересное, но я не пойму, что это такое. А такие, видите, какие-то, видите, такие сосуды. Может быть, свином были, может, еще чего-то. Но они, видите, куда-то вставлялись. Вот, друзья. И... Меня вот такие колонны резные просто удивляют. Это же насколько нужно было искусно владеть резцом. А вот, смотрите, мрамор и еще какая-то добавка черный мрамор. Вот, статуя, фрагмент Тритона. Вот, видите. Друзья, это вы не узнаете. Угадайте, что это такое. Я сразу узнала. Помните, на Султанахмеде я вам показывала самую старую, как бы, статую. Не статую, а змейная голова, да. Там три змеи, как бы, такие три змеи сплелись. Вот, кстати, вот, кстати, изображение. Вот. Это самая старая реликвия, которой три с половиной тысячи лет. Так вот, видите, это вот одна из этих трех голов. Кстати, буквально два века назад разрушили. Раньше все эти головы были на этой статуе. А потом что-то произошло в одну ночь, разрушили. Вот, смотрите. Представляете, три с половиной тысячи лет. Смотрите, какая интересная гравюра, изображающая площадь Султана Ахмед в XVI веке. Видите, вот, змеиная голова, египетский, дальше обелиск и колонна Феодосия. И, видите, дворец Ибраим-Паши. Вот, как интересно. А вот теперь, друзья, вы же знаете, что в Константинополе на этой площади был огромный ипподром. И вот, смотрите, единственное, что сохранилось, это вот колонна Ника, Ника, как бы богиня Победы. Вот единственная, как бы, статуя, которая сохранилась из того огромнейшего ипподрома, на котором могло вмещаться где-то 150 тысяч человек сразу. И вот, друзья, мы с вами недавно, совсем недавно, мы с вами ходили смотреть остатки императорского дворца Буккалеон. Вот, смотрите, вот эти вот фрагменты, вот эти все вещи найдены именно там. Это из Буккалеона. Друзья, и как вы думаете, что вот это такое? Сейчас оно настроится. Видите? Вот это, друзья, трубы, по которым поступала вода в Константинополь 4 века. Помните, мы с вами смотрели цистерны, да, открытые цистерны, закрытые. Вот видите, какие были трубы. Вот была целая система вот таких труб. Смотрите, видите, отверстия. Вот. И здесь изображена цистерна Аспора, которую мы с вами, она открытая, либо её ещё называют Чакурбаштан. Помните, возле мечети Селима? Это отца, возле мечети Селима, это отца Аявуза, да, Грозного, отца Сулеймана. Вот. Там сейчас сделали как бы парк. Мы с вами смотрели. У меня тоже есть видео. И вот смотрите, какие трубы, да, там были найдены. Мы с вами ранее уже рассматривали морскую стену, которая, которая как бы обрамляла Гостамбул, Константинополь с моря, да. И вот здесь показаны именно фрагменты этой стены, которая была, вот где проходит залив Золотой Рог. Вот. И смотрите, что, как украшались стены, да. Вот это вот фрагмент, это, смотрите, какой прекрасный было. Это вход. Вот ворота были. И рядышком, видите, была вот такая. Это шестой век. Просто, 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 просто супер. Просто супер. Вот такое было, вот такое было как бы панно на входных воротах. Друзья, вот здесь вот немножечко посвящено Золотым Воротам, которые находятся в Едыкопы, да, в Едыкюле, в Едыкюле, как бы в башне семи... Ну, вот мы с вами ходили, да, и есть башня Едыкюле. Вот. И там, смотрите, там золотые ворота. И вот эти вот все статуи, да, вот остатки этих статуй, вот это все фрагменты, которые были на этих, украшали эти золотые ворота. Едыкюле – это замок, замок-тюрьма, который состоит из семи башен. Здесь, друзья, это фрагменты, найденные вдоль стен. Вот, видите, в Бакер-Кюе, например, смотрите, найденная. Вот, пятый век. Видите, это 1433 век, 1433, 15-е столетие. Это буквально за 20 лет до захвата турками Константинополя. Друзья, а вот здесь вот каменные иконы. Вот, 15-го века, 7-го века, видите. Друзья, смотрите, первый век, видите. Вот здесь написано, что вот это вот как бы могильный камень дочери Аполлона. Вот, Аполлона, вот, видите, 3-й век, 3-й век, смотрите. И дальше здесь тоже, вот видите, идут. Вот такие камни надгробные. Идут. Дорогие друзья, здесь, конечно, идёт реставрация, но вот посмотрите, какое, да? Представляете? Это внушает просто такое, знаете, благоволение. Видите? Огромный-огромный этот вход, наверное, был, не знаю, как во дворец, да? Смотрите. Видите? Пока реставрация идёт, но однажды мы с вами перейдём и посмотрим. Друзья, на сегодня, наверное, всё, потому что ещё два зала, мы просто не осилим. Я вам всем-всем желаю доброго-доброго дня, и будьте счастливы, мои дорогие друзья. Пусть у вас всё в жизни будет замечательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!